Так, ну что, меняем тему. Перчиками надоел, вся страна в перчиках. А вот Украина будет вся в перчиках. Там уже счет пошел на килограммы. Мне самое интересное, ко мне уже пришло такое это. Было два письма. В одном было, сколько стоит килограмм косточек перчика, а в втором было, сколько стоит килограмм косточек абрикосов. А у меня каждый до сих пор, я к ним таким косточкам уважением отношусь. Какие килограммы? Каждый из них это штучный товар до сих пор. Вот. Читаем очередной письмо. Константинович, здравствуйте. Жаль, что я вас не смотрел пять лет назад. Посадил два абрикоса за губрик. А вы знаете, маленький-маленький, больше часа я говорил, говорил быстро. Можно сказать, давил. Давайте я пойду кипяткульчику подолью. Вот. Я примеряю на себя роль Владимира Селенина. Только в садоводстве. Вот. Две-три минуты. Отдохните. Потому что сейчас мы переходим на другие темы. Отдохните. Поддержите. Отдохните. Отдохните. До свидания. Отдохните. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Специалисты не признали. Но когда вот такое вот дерево... Вот на одном и том же дереве вот этот плод висит, 500 грамм. Так? Вот он. Вот. И вот на этом же деле вот такой вопрос. Если среди нас найдётся человек, который скажет... Я... Ну пусть даже не свои данные, а с литературы. Семечки отсюда и отсюда дадут одинаковые деревья, одинаковые плоды или разные. Вот этого я сейчас не знаю. Почему? Не моя эта тема. А мне вопросы задают. Вот, например, косточки вот сейчас и семечки продают. Будет ли с этого дичок? То есть семечку взяли отсюда, вырастили, подождали лет 7-8. Дождались урожая. А я... Что, декаль будет? Он с 500 граммового. А теперь посмотрите, почему ещё у меня цены такие. Видите, он уже начал портиться. Я жду, держу в тепле. Я жду, когда дозреет и перезреет. Вот. А вот это я, конечно, выброшу. Я просто его взял, чтобы показать вам. Видно, не видно? Что это с этого же дерева. Обратите внимание, я уже так подробненько. С этого же дерева. С этого, если взять семечку, она даст вот такие плоды или дикаря. Вот, видите? А я боюсь, что до этого момента не долистаю. Каждую неделю не долистываю. Вот. Они уже начинали портиться. Вот этот момент меня интересует. Вот. Или вот этот момент. Многим, если захотим, сейчас. Давайте пока продолжать подряд. Я боюсь, что опять вот так пролежит, а я опять не расскажу. Сильно, это, говорить еще быстрее, я не могу. Говорить только факты. И уже бы на первый же вебинар, 6 лет назад, он был бы и последний. Потому что технология Железова, северное садоводство Железова, потому что только у меня оно такое, больше ни у кого в России. Вот. Это, не перекапывать, не обрисать. Все. Еще полшотни нет. Теперь так. Константинович, здравствуйте. Жаль, что я не смотрел 5 лет назад. А многие будут залезть, что вот 23-й год, через 5 лет угробив в свой сад, будут то же самое писать. Через 5 лет. Другие люди. Потому что вы их не привлекли сюда. Я уже ко всем обращаюсь. Так легко разослать рассылку. Вот. Чтобы хотя бы из любопытства посмотрели. Вот сначала, я всегда видел, выбирал вот такие плоды, вот такие красивые девушки, как на охране на моем. Вот. Вроде это самое, Гречишниковой. Вот. Обаятельные, обаятельные. И если человек крючит, он что дальше смотреть не будет. А дальше он узнает следующее. Смотрим. Итак. Посадил два абрикоса с заглублением. Так до сих пор учат. Один из них триумф в этом году засох, естественно. Второй россиянин посажен более-менее правильно, еще живет. Вот теперь в ваших фильмах я стал ученым-любителем. Мне понравилось слово ученым. Не просто любителем. Ученым-любителем. Прямая все на все раздают друзьям. При одном условии. Что перед посадкой они посмотрят ваши ролики. И жалко будет, если мой труд похоронит землю. Видите, он уже учитель. Так теперь маленькая деревня на Орловщине пользуется методом железного. Спасибо. Это фотография очередная. 301-я, 501-я. Мой сад весь избит морозами. Мой сад только один вид грибов. Вот он. Видите? Это не те грибы. У меня нет и не может быть ни одного грибочка на листьях абрикоса. Поняли? Это грибы, которые съедают мертвичину на штамбе. Это их роль. Вот. Можете назвать их трудовиком. Я не говорю 100%. Я никогда не изучал грибы. Не изучал. Я только открыл книгу, узнал, что бывают патогенные грибы. Они жрут деревья. Я захлопнул. И больше к ней не подойду. Хотя бы сжечь жалко. Вот. Придумать такое. Грибы уничтожают деревья. Это на полном серьезе. А вот эти грибы, это симпионты. Это их роль. Они берут свое дело, делают. Они берут и делают свое дело. Вот. А на листьях это же абрикос. Их нет. Вот я хотел вот это подчеркнуть. Почему? Потому что злоба против этих грибов превосходит все. И помните, я вам показывал. Он применил стамеску. Обратную сторону. Ой, ладно. Проехали. Короче, скрести все, что любым острым предметом составляет людей. Следующая тема. Валерий Константинович. Почитал с удовольствием 21 веке. Тот, что прислан с косточками. Не скрываю, ребята. Я навязываю. Навязываю. Когда я высылаю. И тоже не скрываю. 40 косточек абрикосов. И слив. Подарок. 40. Да? В подарок. Вот. И добавляю, что купить у меня за 100 рублей садоводство из 20 человек, один отказывается, а 19 спокойной душой, подарки же, 100 рублей накидывает. Вот и все. Теперь, зачем нужно нам вот это садоводство? Вот. Вопрос. На него есть подписка или надо следить за выходом новых выпусков? Вот. Видите? Брошюра. 100 рублей. 50 рублей, если 4 штуки. 4 купили, затратили 4 по 50, 200. Вот она, эта брошюра есть. Вот. Теперь так. Смотрите. Обрезка спасающая и губительная. Первом номере. Так вот. Ну, наверное, я их много подарил. Когда бывало, продаю. Ну, да, вы видели фильмы. Ну, кто-то соблазнился, кто-то купил у меня, допустим, вот эту книгу. Вот эту. Вот. Которая фактически является энциклопедией. Твердые облоски, красивейшие, да? Вот. Тогда я уже эту дарю. Так вот. Значит. Если этого не знать, то считайте, что это дерево обречено. Просто обречено. Согласитесь? Не сметь, не подходить, не трогать. Это и есть настоящее садоводство. Стоит только соскоблить, даже всё аккуратно соскоблить. Всё равно дерево будет повреждено. И для чего я это говорю? Если подписка, надо решить. Так вот, друзья, случилась страшная вещь. Вот она. Я железу потратил 200 тысяч рублей на 200 экземпляров. Несколько лет назад. На АВА. Я сказал 200. На 20 тысяч экземпляров. Меня подвели, брошюры лежат на тюрьму. Итак. Что я ответил чеку? У меня минус 200 тысяч. Покупает их просто. Это когда я навязываю. Ну, сколько получается в месяц? 20-30. Ну, не 20 тысяч. А специально никто не покупает. И вдруг мне повезло, что всех задал этот вопрос. Почитал. Но не боюсь подписка. То есть, всех надеются, что тут же написано. А первый номер же. Понимаете? Выпуск номер один. Значит, может быть второй, третий. А кто мне 200 тысяч вернёт? Они слежат мёртым грузом. Наверное, если бы их... Вот шли бы, знаете, как это вот... Как в семечке. Раз, раз купили. Сейчас несколько лет прошло. Наверное, был бы выпущен второй, третий. И, наверное, обрезка спасательной можно было бы сберечь, если бы 20 тысяч человек вот это бы прошли. Вы бы сколько деревьев спасли? Сотни тысяч бы деревьев спасли. Почему? Злоба против формы дерева. Против грибов-симбионтов. Против этой самой отсутствия штамба. Она настолько злоба, она всё победила. Им надо продать яды, им надо продать инструменты, им надо продать кшикалки. Всё надо. Надо угробить плоды, угробить людей, в конце концов. Червей. Всё угробить. А я не могу второй выпуск. Номер один. Сколько лет прошло? Вот. И лежат эти 20 тысяч. И будут лежать. А что я мог сказать? О новых и речи нет. Бумажная книга расходится так, за большим трудом. Вот. Идём дальше. Значит, я объявлял, прошло 5 дней. Так. Ну, ещё 2 дня. 2 дня осталось. У нас сорвалось это. Вебинар. Правильно? Допустим, добавляю ещё 5 дней. Заказывайте косточки персика. Надо на плюс выйти. Косточки персика. Надо продавать, значит, не обязательно с нагрузкой. Ещё 5 дней без нагрузки. Ну, как правило, почему-то всё равно, но они дорогие. Просто рублей больше 10 дней заказывают. Вот. Ещё 5 дней без нагрузки. А потом уже навсегда. Только подольше. Деньги уже сейчас. Так. Это я уже, ну, как. Это тоже сенька. Это самый крупный персик на непривитом, который оказался крупнее, чем на привитом. Ну, так бывает. Наверное, для селекции надо. Вы думаете, я эту кучку сохранил? Эх. Кому она нужна? Вот. А теперь ещё раз покажу, что такое настоящий судовод. Посмотрите, вот, внимательно, этот снимок. Посмотрите на этого, этого самого, гражданина гражданской наружности, на Сиренбаева. Посмотрите на тот, Орва. Это мои внуки. И тот угощает персиками, и этот угощает персиками. Так какая должна быть у нас национальная идея? А? Вообще-то она должна быть, чтобы не было голодных детей. В целом. А одна из составляющих его, чтобы не было такого, чтобы ребёнок не мог попробовать в своём саду, в соседском саду, в специальном саду. Вы знаете, что можно врачить, в специальные сады, куда запускать детей. Вот. Школьников запускать. Учить их садить, учить перевивать. Эту идею-то можно воплотить. Это что, думаете, огромные деньги? Это дать бесплатно землю. Это набрать группу таких людей, как Сергей Железов, как Савинич. Они, есть места особые, где вот эти вот персики, даже у нас здесь, в Савиано-Горске, в окрестностях, и в Шушенском районе, они без этого, без укрытия, могут спокойно жить. И персики, про абрикосы, про груши речи нет. Нужен образиться на всю страну. Один, конечно, надо обязательно в Москве, чтобы Тимиряшников не отняли, продержаться пять лет, вырастить такой же сад, как вот. Вот они наши. Да еще старики запользуются тут. Шусьернобаев, Шутоторов. Да какие они старики? Здоровые мужики. И вот тогда, а второй сад, здесь в Сибири. Вот. Как говорится, да я бы не поехал в эту Тимиряшников. Куда ты денешься? Если у тебя президент страны или президент Академии Новгородицы, вот, куда ты денешься? А нет, значит, здесь надо такой сад создавать. Несколько гектаров. И сделать его паломничеством. Я предложил, это у нас же есть парк, я хотел все это перенести, все лучшее. Это случай от меня попал к этому Чернобаеву. А почему не в этот ботанический сад? Там же нет фруктовых деревьев. Ну, поговорили, ну, фирму снял. И швина. Почему? Потому что без этой команды сверху ничего у нас в нее не растет. Трана такая. Опять грустная тема. Вот это лучшие садоводы России. Я не сказал Сибири. Я не сказал Саяногорска. Я не сказал Шушинский район. Россия. Поняли? Вот они. А национальная идея? Смотрим дальше. Массовая посадка именно плодовых деревьев. Придетские участки. Их полно. Я же это, самая, это же пробовал в этом. А есть несколько деревьев, что погоду сделали в стране, пока мои дети в детский сад сходили. И там садил. Прискольные участки. Ну, там-то, ну, дети ходят, другие учат эту же биологию. Да как можно учить биологию и не вырастить, и не научиться вырастить сад? Почему я учился в этом, в украинской сельской школе? Так? Я. Первый класс. Второй, третий, четвертый, пятый. Вот. Четыре первая в деревне, пятая в этом, во Владимиро-Волгинском городе. Почему за эти первые четыре года своей, казалось бы, жизни, казалось бы, ну, что я могу об этом вспомнить? Мы собирали сливы. С этого, как они называются? Это очень важно, потому что я так стал садоводом. Сливы в этом колхозном саду. Мы собирали колоски. Мы собирали там, не без всякой хитрости, росли такие урожаи, помидор. Без этих, без кольев, без подвязки, без этих. Я сейчас считаю, что то, что придумали то же самое обрезку, но уже у этих, у помидоров. Вы знаете, о чем речь идет. Только не хочу эту тему продолжать. В школьные участки для чего проводить уроки? Биология, закончил школу и не умеет посадить дерево. А я со школьным учителем садил вишни. Я со школьным учителем садил вишни. Я помню, вот ничего не помню, а это помню. Вуз, усят детей. как можно выпустить студента, который, вот, я не преувеличиваю. И никто не идет агрономом работать. Все это в туфта. Все это потеря денег государственных, потеря, это, это, ну, геморрой можно заработать, потому что уже не надо сидеть в этом самом аудитории не надо. Потому что все, что покажет тебе преподаватель, будет где-то бубнить, это ты без него можешь узнать. Вот. Но дать несколько несколько соток дать команду сам посадишь, сам найдешь. Через 4-5 лет как только угостишь комиссию эту самую, выпускную, вместо экзамена, вместо экзамена, вот тогда ты получишь этот диплом. А так нахрен ты нужен? Твой диплом нахрен не нужен. Ну, а дальше, понятно, городские парки. А почему нужна команда с самого верху? Почему все изобретят, погубят? Потому что посадить сегодня, садят миллионы саженцев в виде мероприятий для галочки. И эти миллионы прямо дохнут, гибнут, искалечены. Без слез смотреть нельзя. Тогда я железу, это моя уголовная боль, извините, ребята, полчаса осталось говорить. Вот. Я говорю железу. Нужна специальная подготовка всей страны. Если этого не научили в садике, в школе, не научили техникуме, в институте, в академии, в университете не научили, тогда давайте, дайте мне один урок. Ну, чтобы все центральные каналы показывали в прямом эфире. Вот рядом этот самый. То, что мне запретили на международной конференции, когда я сказал, покажите мои 50 фотографий. Нет, отказались. Вот. А здесь специально значит, команда самую верху. Фас, дай железу эти 45 минус. И тогда что? Всероссийский урок по всем каналам. И чтобы вот этого не было. Понимаете? С этого момента посадили. Начинается и гибель. А потом они падают как эти. Не дай бог ураганный ветер. Ни одна не устоит. Надо забыть понятие штамп, что это вот и красиво. На самом деле это не красиво. Это уродство. Это что? Я, мои сравнения, они очень, я считаю, правильно, объективно. Это что женщины ходить по улице холод, без юбки. Ну, сейчас многие-то ходят. Вы же знаете прекрасно. Ну, допустим, уже минус. А она без юбки. А у нее уже цистит. А у нее уже эти самые на ногах этих, как он называется-то? Все, все, что это самое. Связано с женскими болезнями и просто эти, ну, как это? Целлюлит. Все это. Так у деревьев вот он целлюлитом будет. Кто с так растит, саженся-то? Ведь они все равно снизу начнут обрастать попозже, но им не дадут. Я вам показывал страшные фотографии, когда уже вторично, когда они обросли, а их вот так отходят, стригут, оставляя всевозможные эти страшные раны и не замазывая. И для чего их садили? Для галочки. Так вот, я бы что сделал бы? Я бы за 45 минут 10-20 фотографий показал, и чтобы хотя бы дикоросы не падали у них. но потом бы плавно сказал, ну вот убедились, дайте мне еще 45 минут, и вы научитесь садить амрикосы, персики, сливы. Вот. А я все жду. Ну неужели во всей стране, там где у каждого президента, у каждого есть полно помощников, заместителей, советников, всевозможных, ну хоть один бы. как бы мне. Знаете, что я сейчас сделал? Я уже кое-что пропускаю, но вот что скажу. Мне брат сейчас написал. я сам не проверил, я говорю, один из наших друзей выпустил очередной ролик. Вот. Как у меня это, что у меня такой брат толковый. Вот. Тоже электромеханик, тоже технарь, как я. Ну зараза, догадался же сам, ну сколько лет уже он купается в этих, ну как сказать, в этой теме. Те, которые попросил, чтобы мы ролик разместили на своем канале. На глазах у всех отрывал листья. То есть тема другая, ну хорошо, хоть порезать. Не отрывайте листья, не ошмыгивайте деревья. Вот. Отрезать целиком можно, нижняя часть листьев нетронутых, они соответствующую часть корни накормят фотосинтезом, накормят глюкозой, а корни накормят влагой и все, что предлагает почва. Вот процесс, туда-сюда, туда-сюда. А этого процесса не может быть, если не сделать сильную обрезку. Листья отрезать. Есть, которые меня послушались и принимают, как бы его назвать-то. Вы знаете, я еще жалею людей, наших ребят. Вот он выкопал саженец, он с листьями, он принес на рынок, а продать не смог, потому что рынок завален этим же дерьмом с юга. Он вынужден листья оторвать или хотя бы это, отрезать этими. Я приводил примеры. Или хотя бы отрезать, ну, например, с помощью ножницы. Аккуратно. Но это уже они от хорошей жизни. Жить-то надо, продать надо, а не покупают. Вот тогда приходится уже аккуратно. Почему? Они вянут, они жухнут, они теряют товарный вид. Ладно, поняли, да? 18 сентября у меня еще висели вишни. Ну, это благодаря теплому лету. Да, и урожай еще был такой гигантский, птицы подавились, они не смогли уничтожить, то есть, не уничтожить, а съесть весь урожай вишни. Не смогли. Вот, вишен было такое впечатление, миллионы плодов. Ну, кустики все пропали, это понятно, кому они нужны. В Европе все сграили сами, своими руками, а замену, свежую кровь, никому в голову не приходит. Вот. Догадались, что это, нет? Вот. брат пишет, поверни камеру, а то тебя почти не видно. Ну, а меня, зачем на меня смотреть, я что, этот самый, ладно, сейчас. Вот, вот он я, морду наглую. Возвращаемся. Так вот, знаете, что это? Это, персиковая, мичуриная есть. Вот. Но, опять случилось следующее, я уже вам жалуюсь. Она была желтая. С каждым годом, с каждым годом, не на это, до нее было дерево, маточное. Она, темнела, темнела, потом вообще плодоносить перестал, потом кое-как, серенок перенес на другое. Вот, на темно-красную, по двое. И она, то ли от сцеда, то ли еще, она теперь вот такая вот. И теперь скажу, что это персиковая мичурина. Сам мичурина скажет, нет, это нервно. Вот. И еще бы, мне бы, господи, эта тема, да только скучная будет. Ну, фактически, я сказал еще раз, мне нужно знать, от седого, эх, если бы нас слышала, Елена Александровна Савинича, то ей бы вопрос. Ох и нудная дама, она бы точно докопалась. Отсюда семечки, и отсюда, это плоды с одного дерева. Мне интересно, какие дадут они потом все плоды. Ну, я готовил эту тему, видите. Вот, это все, вот это все, вот это, что вы видите. Это я тут же, ближайший лесок, вот что там в этом леске растет. Я как тот самый Шархан, это моя добыча. Вот, это когда-то в учебники войдет. А сейчас я оставляю эту тему, кому-то она может показаться не скучной. Пропускаю эту тему, это сеянец в лесу. Видите, он может сильно отечать. Но такие семена, а, кусочек рекламы, такие семена я все же продаю. Почему? Лучшего подвоя не бывает, не бывает. Посмотрите, почему написано семерка гибридная? Вы видите? Кто у него один из родителей? Ну, как, да, да. Ну, сообразили, нет? Это из пароля пепеинов. Вот. А почему такой мелкий? А вы, птица, отнесла в лес. Вот. И получилась смесь сибирки с пепеином скультурным, для чего выросла из семечка и получилась то вот такие плодики. Но вкусные, вот что интересно, что это вкуснее, чем сибирка. Эх, тема не для всех рака. Это все будущее учебника. Какой учебник? Ну, в принципе, для учебника, но для лекции. Я хочу, чтобы именно из таких вот фотографий сослагались вот эти, вот это все, вот это все для будущих студентов, потому что нынешние студенты это жертвы. Это жертвы. Ну, я вот эту фразу вставил. Не выдержал. Железом тарвинист, наоборот. Куда мне путь тарвина? А, все. Вот эту смотрим. Раз. Итак, сливаника это было, вы догадались по фотографии, 30 лет назад. Это самый первый плод. Видели? Внимание. Смотрим сюда. Наше время. Так, вы заметили дата стоять? 29 сентября. То есть это было две недели назад. Внимание. А это волшебник Чернобаев. Ох, наглая морда. Я имею ввиду в хорошем смысле. Вот что угодно делает в саду и это. И все у него получается. Вот те самые сливы. Смотрим. А, тут у меня темновато. Итак, вот они были. Так. Вот они встали. Причем это еще не самое. Года врача было разверено много. Ну, пусть такие. Видно, нет? И наконец, внимание, попробовал я догнать черновая. Как он мне морд это добил? А, смотрите. Да, мне против него. Я любя говорю. Как я люблю этого человека? Боже мой, я пишу. В нашем кругу нет черных. Что хотим-то делать? Захотел, на байпер и просил. Я давай на венгер и на мажорский привил. Но уже, смотрите, внимание, вот такой прививал. Ну, сдвиг есть? А, первым поколением он был чуть-чуть-чуть желтенькие точки. Второе поколение я вам показывал, вот что интересное, вот чем я хорош, это то, что мы с вами из года в год наблюдаем за чудесами. Ведь это же интересно. Вот на сюда студента. Пусть даже один из десяти увлекся бы. Больше нет. Нет, за тем шли. Чтобы это, ну, диплом да, а все со мною нахрен не надо. Мой путь получился какой? Кернистый. От этого ушли, а к этому не пришли. Но все равно интересно. Сейчас. Тендарем да тендарем. Тендарем да тендарем. Вот. Это уже вегетативный гибрид. Меня интересует вопрос из вопроса. Итак, с этого получится синяя косточку. Посадим. Вы видите, будет синий. А этот какой будет? Какое оно имело право пожелтеть, порозоветь? А? Никакого. А возьмем с него косточку. Что вы растет? Такой или такой? А я же продаю косточки. И такие, и такие. Что дальше? Эти мои, эти Чернобаева. Помните, как это написано? Сине-розовое. Почему я оставил слово? Почему я написал розовое? Потому что у меня крыша едет. Я это, 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 вот она. Тут синевой почти нет. Так. В этом году посинее чуть-чуть. Что дальше? Вырастить человеку, косточку посадит, не для того, чтобы на нее любоваться. Для плоды дала. Какие будут плоды? железо обманул, а он опять синий. Может оказаться снова синий? Тогда возвращаемся к... уже не к Дарвину нет. Нет, нет. Вкопаем глубже. К монаху обращаемся. К Менделю обращаемся. Вспомним, что один сорт гороха доминантный, зеленый, другой желтый, но почему-то каждый четвертый, а в следующем поколении каждый шестнадцатый. Далеко уйдем. Вот. А мне надо одно. Обману я вас или не обману? Итак, ребята, призываю вас в сообществе не обижаться покупать и красный, и эти самые розовый, покупать синий. Вот. А потом мне бы еще прожить несколько лет. Мы с вами такого достигнем. Но ничего, никто не занимается этим по-настоящему. Вот так и сложилось. Именно вот в таком ключе. Нет, выращивают и скрещивают и розовый скрещат синий и черный. Все это так. Меня интересует потомство. А потомство, оно гибридное. А если заниматься, продолжать, если просто скрещивать, там, ну, допустим, красный, синий, или там розовый, синий, ладно, часть помидоры получится розовая, часть синяя, а прививки, а закрепить, а это уже наше дело с вами. Чем мы можем взять? Только количество, мы можем взять только массовостью, что тысячи в адресовую. Зайдется все это и это, вот, и вот это, и вот тогда мы можем иметь сады. А, ведь это же не просто так, ребята. Это в Сибири, это роскошь в Сибири и никаких следов подмерзания. Почему? Да потому, что это я прививал на китайские сливы, на красно-синие, это чернобаев прививал мои, а мои уже напитались генами морозостойкости, и теперь абрикос, он, несмотря на свою роскошь, он один из самых морозостойких, потому, что у него позади 50 лет карьера сибирская. Вот. А знает об этом ученый? Знаешь, он уже может расти в каждом саду даже из косточки, и даже по двое обслужить. Вот так я высказался. А что здесь написано? Нет ученых в нашем кругу. Вот. Так, ну, будем все заканчивать. Вы, пожалуйста, просите человеку, у которого вот такой вот назовем это акцентом. Как не может, ну, видимо, так, не могу вас понимать, когда говорите венгерки. Если слива чистая, так и скажите. А если на прикосе, тогда скажите на прикосе. Я хочу заказать именно на прикосе. Вы поняли, что я сделал? ему отвечал. Почему? Он хочет заказать сливу на прикосе, сили розовую. Вот. Спасибо, Чернобаев, гражданин Чернобаев, ты меня так выручил. Сколько ты мне? 200 или 300 кончик на реализацию передал. Ну, не больше. Ну, в общем, 200 или 300. Это немного. Вот. Поэтому я человеку как написал? не стал в фамилии тут писать. Я просто написал. Не написал под ним в комментариях. Покажу на вебинаре и заказывать именно на прикосе. Напишите на прикосе. Получите вот такую. Понятно, да? Так. Еще ценный совет получим. А я как думаете, если участок земли убитый, то есть бывшее картофельное поле, можно ли сажать плодовые деревья и что сделать, чтобы саженцы выжили в этой точной земле? Вы знаете, что я вам скажу? Есть для меня авторитет, я не говорю, что стопроцентный. Вот. Если бы я следовал стопроцентом советом Мичурина, то у меня бы не росло сейчас ни одного прибитого дерева в Сибири. И одного относит сада бы не было. Но есть советы, которые я с уважением. Ну, например, вы хотите, чтобы саженцы выжили на точной земле. Представим себе, назовем это гипотетический случай. Итак, 10 саженцев, все одинаковые, все одного сорта, все с виду одинаковые. 5 посадили на точной земле, а 5 на жирной. Ну, жирная подразумевает, что или это удобренная земля, раз, вот, или удобренная, или это чернозем, кому повезло, это чернозем. И вот эти саженцы растут, и мы их оставили без всякого ухода. Просто оставили, живите, как хотите. Проходит несколько лет, вот эти саженцы на убитые точные земля живые, а на живные вдруг почему-то погибли. Я говорю, про них идти в условиях. Почему? Кроме того, что земля разная. Вот. Вот именно потому, что она точная. Я сейчас не буду это расшифровывать. Поэтому никакая на вас не убитая. Вот. Вот этот товарищ, да, он взял и дал свой совет. Мне он не понравился из-за сложности. Ну, вы понимаете, есть, допустим, фильм, под ним человек пишет как бы то, что наболело. Вот. В картофельное поле он хочет превратить в сад. Наболело. И спрашивает моего совета. А вот совет не мой, но комментарий для того и существует, чтобы со всех сторон смотреть. Допустим, забросьте ответ одного из слушателей или как там, участника. Забросьте участок года на два. Плодородие восстановится естественным образом. Если есть желание и возможность, засадите бобовыми донникам, одолитие формы эспорцет, люцерна, выбор большой. Чем мне не нравится этот совет? Я там не стал ничего. Спасибо, что среагировал всех. Очень редко комментарии под моими фильмами. вот. И тогда получается, что два года ничего не садить, имеется ввиду сад не садить, минус два года. Вот. Предлагается улучшить почву с помощью донника, эспорцета, люцерна. Для этого надо его запахивать, пахать, садить. А помните мое условие? Главное, это северное судоводство Железово. Почва нетронутая. Ну, хорошо, здесь большее картофельное поле. Его легче, его не надо дёрном бороться, его можно правда взять, вот посмотрите. Вот мои фотографии, видите? Вот это большее картофельное поле. Последний год оно было заброшено, и здесь росла мощность почти по пояс этот, назовём это сорная трава. Вот, пришлось её не просто, как это называется, не просто косить, а менять на это, на бензокосе леску пришлось менять на диск, иначе бы ничего не получилось. Так, и вот тогда получается следующее, значит, можно было бы засеять люцерны, но, на мой взгляд, это дальше, вот, убивать почву, дальше убивать, подчеркну, убивать. Почему, я уже сто раз говорил, не то, что деревья, это самое, чем больше листьев, тем лучше так и тут. Здесь, единственный, может быть, хороший совет, это плодородие восстановится, если забросить два года, жалко, жалко, тогда я предлагаю компромиссный вариант, чтобы не терять два года. Сергей берет тяпку, нагребает, дерна нет, видите, это делается легко, раздерна нет, вот, не надо даже лопату нагреб, внимание, дальше, с помощью, как бы, получился пологий, с помощью того, что вдруг мы прикупили участок, и, о чудо, на нем был перегной, вот он, смотрите, вот уже Сергей отработал свое, вот уже, видите, готовое, значит, земля убитая и здесь убитая, почему, десятки лет садили картошку, убитая, убитая, подкормили мы ее, смотрите, видите как, никаких ям, никакого труда, это же легко, вот это все, вот это все делалось, очень быстро, посмотрите, это быстро, это за один день, это не то, чтобы метровые ямы рыть и туда 10 наименований впихивать, это, которые делаются только для того, чтобы вас задурить, что якобы это ценные советы, на самом деле, дурь в последней стадии, поняли, да, значит, что остается от этих советов, и так, не теряем ни одного года, а тут забросили на два года, хороший совет, плохой совет, вот, плодородие восстановится, восстановится, но еще быстрее восстановится, если ему немножко помочь, то есть компромиссный вариант, то есть компромиссный вариант, ну вот, то, что я хотел сказать, я вот этот вариант навязываю всем, у кого, убитая земля, бывшее картофельное поле, так, так, наше время истекло, ну, привет от, еще раз, от, мельника Юрия Сергеевна, сегодня я ей помогал, мы с ней выкопали, эти же шелковицы, уникальные деревья, не хотят, но разобрали, там осталось два, то ли проданных, то ли не проданных, ну, короче, я их копал, вот эти, вот, и они разошлись, сегодня было отправлено, пять посылок, и у нее кончились, и жимолочь кончилась, и смородина, по-моему, кончилась, и, и, и крыжовник у нее кончился, вот, еще есть небольшие, совсем небольшие, манджурские абрикосы, сенцы, вот, ну, в общем, на этот сезон прощаемся, с Юлей Сергеевной, по-моему, два осталось, звоните, спрашивайте, вот, все, вот тут, очень болезненная тема, очень болезненная, вот, знаете, как бы, расходятся мои, эти, эта дама, одна из самых главных вредителей в России, вот, ее отношение к деревьям, к веткам, злобное, это всегда предел, тем более, осенью, когда к деревьям подходить нельзя, и вот, кто-то взял, из наших, то есть, уже научены мною, он, видимо, такой же фанатик, как я, но, может быть, он даже перебрал меня, копыта бы отпилил, себе, но дальше, видимо, не совсем, такое слово приличное, копыта бы отпилило, то есть, видите, хотя бы таким путем, до людей доходит, вот, что это брак, брак садов, страшный брак, страшный, вот, ну, и в общем, в наше время истекло, еще, пусть одна минута, значит, что мы имеем, человек пишет, гражданская должность, за мной абрикос Филиппио поздний, привитый на маньчжуриц, выше меня, вперед больше метра, Валерий Константин, селики брал у вас, и так поздний Филиппио пошел в серию, зовут его Сергей Лапин из Башкирии, так вот, этот Лапин, за один год, вырастил полуметровые, полутораметровые ветки, сейчас я на этом, это, я предлагаю тут сделать паренькую хитрость, он прислал фотографию, персик, молодой персик, совершенно молодой, значит, дал персик, вот такие, и он пишет, начинаю прибегать ветки, персик, два с половиной метра, вы скажите, вот два с половиной метра у персика, это говорит о здоровье, или нет, вот, но, вот это вот, которое кто-то пообещал отпилить копыта, вот это вот, она бы угробила сто процентов, это, невыносимо, единственное, чтобы этот персик давал рожай, к нему нельзя подходить, кроме, может быть, помните, вы же я вас учил, часть персика укрыть на зиму, искусственное укрытие, или снег, вот, два с половиной метра просто, абсолютно здоровье, загубить его, а это вот, позвать ее, вот, видите, вот, это наш, как это называется, оппонент, который, оппозиционер, или мы оппозиционеры, мы неправильные, так вот, я что предлагаю, и на этом мы закончим, дело вот что, я обращаюсь к брату, но это может быть любой из вас, вот, значит, есть миллионник канал, помнишь, миллион сто тысяч подписчиков, так, если бы ты, ну, там не должна фигурировать фамилия Ферезова, они нас запомнили на всю жизнь, вот, помнишь, обещали настучать, мы этот канал, бобер, настучим, что вы их там, это, обижаете, вот, так вот, надо, чтобы эта фотография попала туда, для чего, это будет часть учебы, вот, я могу ее выслать кому угодно, тебе, брат, любой, кто из вас, и те, которые, Иванов, Петров, Сидоров, лишь бы они Железов, брат тоже Железов, отправляют туда фотографию, говорит, ой, у меня такие приросты, что мне с ними делать, вы уже поняли, в чем провокация, ну, в хорошем смысле, и второе, ну, если очень захотеть, так, абсолютно здоровый, святого грибов нет, кучерявости нет, два с половиной метра даром не даются, это значит, он абсолютно здоровый, но если, фантазию включить, ой, что-то листики начали загибаться, сказать, для виду, вот, а потом получить 20-30 советов, и прислать их мне, для следующего вебинара, ну, кто-то возьмет совет, почему, это и будет учеба, потому что, ненависть, вот, к деревьям, к веткам, которые, вот, он их пригнул, да, вот, почему, потому что, лапи на всех, вот, он их пригнул, а они-то, что потребуют, они же не знают, что он их пригибал, что будет дальше, я вас очень прошу, давайте устроим такую маленькую, извините за провокацию, ну, кто-то же должен вот это, ведь у нее же 3-4 миллиона просмотров, осенью резать, раны оставлять, ну, как, как их остановить, ребята, ведь ее ученики, которых сотни тысячи, миллионы, я заранее знаю, что она пишет, до ветра отпилите все ветки, чтоб дерево погибло, только они будут думать, что они правильно делают, что в эти ветки не положено, еще раз, я два раза упомянул, третий раз, итак, Львовская область, Западная Украина, землячка, и у меня в паспорте, Львовская область, Низюшевский район, я жил, Львовская область, она мне пишет в Львовской области, паня Валерий, пробачьте, у меня 176 килограмм дал персик, для меня это немыслимо, это недостижимо, мне, себе реку, никогда у меня такого не будет, если только я в Львовской области перееду, и она дальше пишет, пробачьте, меня долбят, долбят и долбят, отрежьте из нескольких лет на ветке, иначе дерево погибнет, понимаете, отрежьте нижние скелетные ветки, ей пишут, иначе дерево погибнет, а у меня в голове не укладывается, где-то в 19 веке, они же начинают отсыхать, а урожай-то 170 килограмм, это не шутки, это 170 килограмм, это почти два центнера, это немыслимо, поднимите их разом, и вот тогда, кто-то когда-то сказал, вот нижние ветки-то отсыхать начинают, урожаи большие, до них, это здоровенное дерево, там на фотографии прислала, но мы же не можем найти ее сейчас, и тогда, я растерялся, у них получается как, не отрежешь, а уже традиция, я-то знаю, что отрезать нельзя, не отрежешь, а она может погибнуть, бывало, отрезать морозы, я с оттуда родом, я знаю, бывает из градусов, она может просто надорваться от урожая, когда погибают, замерзают деревья, они начинают сверху, туда меньше идет, влаги меньше, начинают отсыхать сверху, я напишу, не трожьте, виноват, сказать, дорежьте, но оно еще быстрее погибнет, вот вам и это, пробачьте, все, друзья, официальное время стекло, вот, и все, что я говорил вам, это для университетских, учебных программ, покороче, поэтому, но, к сожалению, вот, как-то написала тогда это самое, это, 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 Ольга, не буду уж по миру трепать, как она написала, вы что думаете, то, что вегетативная гибелизация лозановых, это я придумала, вот, считайте, беру потом, копирую, захожу в интернет, 1930 год, 93 года назад признали, то, чем мы вот это, вот это, вот это, признали лженаукой, вот, ну что, надо менять университетскую программу, а как до них достучаться, я не знаю, вот, одна женщина замазала глиной, а рано затянулось, тема тоже очень важная, я отрицаю, естественная рана, я отрицаю, что их нельзя замазывать, но вот насчет глины, я не знаю, нужен опыт, уже два человека сказали, глина помогает, но я не имею права сказать нет, все, друзья. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова